Здравствуйте, дорогие друзья! Вчера вы увидели видео, как ресторан Рыба и семья Заричанских работают на помощь многодетным семьям. Сегодня мы опять в этом ресторане и опять команда готовит еду, опять это все фасует. И сейчас мы покажем, как это отправляется дальше. С нами прекрасная хозяйка этого ресторана, Андрей Андреевич у нас очень скромный, он не хочет, он боится камеры. С нами представительница многодетной семьи и всего по Малиновскому району, я так понимаю. В основном да, но у нас уже не Малиновский, мы уже охватили другие части, которые просили. Такие вещи распространяются быстро. И мы сейчас вам покажем, как в очередной день это все фасуется, грузится и доставляется с пункта А в точку Б. Добрый час! Приятного аппетита! Еще надо сказать одну вещь, что у нас есть такой неравнодушный верующий человек Александр, который решил поучаствовать тоже в помощи в это время и снабдил нас чаем, который мы благополучно раздадим всем этим многодетным семьям, чтобы каждый вечер людям или сесть за самоваром каким-то, попить чай, пообщаться, почитать книгу и выпить хорошего настоящего чая. Так что, друзья, рулим дальше. Погнали! Так, все красивенько, видите? В коробочках. Риба, Одесса. Сейчас мы это все загрузим потихонечку. Так, грузим, все, уже некуда ставить, но мы сейчас как в рукавичку все сложим. Подождите, а со мной кто-то едет, нет? Нет. Правильно? Так, китайцы бы сюда сложили бы вагон еды, просто мы еще не профессионалы, мы только начинаем этим заниматься, поэтому, наверное, уже поняли, мы удачно загрузили, положили все ланчбоксы, пакеты и отправляемся на генерала Петрова, я так понимаю, первая наша точка будет. Со мной рядом сидит Ирина, мама уже 9 детей, даст Бог, вот, как 9 детей, друзья, вы понимаете вообще? Это очень круто, это похвально вам, большие аплодисменты. Конечно, я не знаю, вы когда-то высыпаетесь? Ну, да, я вас привыкла. Уже привыкли, да. Ну, смотрите, это у нас мама Ирина, она одна из ярких представителей многодетных семей по Малиновскому району непосредственно. Конечно же, гордость нашего города Одессы. Расскажите, пожалуйста, про себя, немножко пару слов, как вы до этого докатились? У меня было четверо детей, я вышла замуж за мужчином, тоже четверо детей, мы совместили все усилия, вот, и воспитывали. Такое творческое объединение вышло, да? Да, да. Вы воспитываете, как тяжело, легко? Ну, я не могу сказать, что сильно тяжело, как бы, есть, конечно, все сложные... Вы настроили, наверное, все схемы, которые работают, да, и как-то вот это все... Ну, стараемся, стараемся, и все получается, пока что все хорошо. Ну, я не могу вам прокомментировать, потому что у меня только два ребенка, хотя я хотел бы, сколько бог бы дал, я не знаю, как это все выдержать, Но это просто мега похвально, и это большой подвиг в первую очередь. Сейчас это не модно, к сожалению, уже давно это не модно, рожать детей. И то, что вы идете на такие шаги, это спасительно, и это правильно. Знаете, то, что сейчас как-то генофонд нашей страны падает, это связано, наверное, все-таки и с абортами тоже, потому что молодые идут на такие шаги, и это очень неправильно. Соответственно, народ падает, и Господь за это наказывает, и, может быть, все, что происходит, это тоже связано с этим. Вот, и то, что вы рожаете, это говорит о здоровом мышлении. Спасибо большое. Спасибо. Пускай это будет хорошей пропагандой для всех наших подписчиков, что, друзья, не бойтесь рожать. Сложные времена всегда были, если будут, но такие подвиги, они бессмертны, правильно? Сложные времена, дело в том, что есть во всех семьях, вне зависимости от количества детей, и я могу сказать это с уверенностью, потому что, когда у меня была сложная ситуация, я осталась с четырьмя детьми на руках, и наша Одесская парка тоже мне помогала, и когда у меня появилась возможность, я тоже помогаю людям. Вот, вот видите, Одесская парка в свое время помогла, насколько могла, да? Да, с помословления Агафангела нашего, мне покупали кровать, когда-то дети мои двух яростные, потому что действительно у меня были сложные ситуации, я осталась одна, ребеночек был совсем крошечный. Вот, на работу я пойти не могла, вот, и меня поддержали, и мне помогали. Скажите, у вас, наверное, еще было, Ирина, такое чувство переживательное, мига, да, внутреннее подавление, что вот вы остались вот так вот сами. Нет, не было вообще. Не было, да? Нет, настолько у нас много есть отзывчивых, хороших людей, что ты потом просто сам в это втягиваешься, понимаешь, что вот тебе помогли в тот момент, а в этот момент ты хочешь сделать тоже что-то кому-то приятно, когда ты уже встал на ноги, ты окреп, вот, и ты понимаешь, что ты можешь кому-то помочь. Честно, не было, не боялась вообще ничего, потому что меня окружали хорошие мои друзья. А чем вам Одесский парк я непосредственно помогла? Значит, когда вообще я стала многодетной мамой, у меня маленькая очень разница между детками, 11 месяцев, вот, я, естественно, вообще не знала, что это такое, у меня было двое взрослых где-таки, тут 12 лет разница, вот, двое маленьких с тобой маленькой разницы, вот, и когда я осталась одна, у меня была очень сложная ситуация. До получения детского пособия, какой вот этот длительный срок, все знают, что это документы, да, вот, а когда ты понимаешь, что у тебя нечем кормить ребенка, это самое страшное, на самом деле. Для нормальных родителей это жуткое ощущение, поэтому для меня до тех пор страшное, я понимаю сейчас людей, которые оказались в этой тяжелой ситуации, вот, мы приходили в Алексеевский храм, писали... В прошении, да? В прошении, да, нам помогали продуктовыми наборами, вот, каждый периодически звонили, говорили, вот, придите, получите. Это была такая сумасшедшая помощь на тот момент, чтобы вы понимали, что я ее помню до сих пор, вот, уже прошло, уже стало, девочке 5 лет, мальчику 4 года, и вот... Вы детям своим рассказываете о том, что там было? Обязательно, обязательно рассказываю своим детям, и у меня дети знают это. То есть мы можем спокойно заявить о том, что вот в этой семье формируется такой определенный пласт населения нашей страны, которые знают, что такое добро, знают, что такое взаимовыручка, помощь. Обязательно, но я надеюсь, что мы вырастим таких детей, которые будут... Которые тоже будут помогать, да? Да, это однозначно, но они же видят, они все растут по нашему примеру, они все понимают, видят, и я думаю, что... Ну, это очень круто. В любом случае, мы должны детям передать все самое лучшее, мы будем стараться, чтобы они все это ухватывали и понимали, что людям нужно протягивать руку, когда им очень сложно. Если им не протянуть в этот момент руку, уже есть такие шаги, которые вернуть назад нельзя, очень сложно восстанавливать. Если вовремя протянуть руку человеку, то человек становится на ноги, у него налаживается жизнь, и он живет по-другому, воспринимаюсь. По-другому живет. Дорогие подписчики, я вас хочу попросить, если вам кто-то сделал добро, и у вас после этого поменяла жизнь, и вы захотели делать добро, напишите, пожалуйста, в комментариях. Пускай мы покажем, чем наш народ, так сказать, болеет, какими вещами. И если это есть, давайте засвидетельствуем об этом, чтобы людей побольше подвигнуть, делать от маленького до великого большие дела. Друзья, мы продолжаем наш путь, сейчас где-то подъедем, высадимся и покажем, что дальше происходит. Мы приехали на генерала Петрова, нас уже встречают вот эти красавцы, ради которых мы сюда приехали. Дети, здорово, как вас звать? Саша. Саша, расскажи, ты самый старший про мелкий. Это мой брат Артем. Артем. Это моя младшая сестра Вика, и это моя старшая сестра Ира. Ну что, вам нравится еда, которая вам приводит? Вкусная, да? Да, вкусная. Вы уже ждете, да? Да. Ну, разогреваете потом, садитесь, да, и пошла жара. Да, круто, ну, приятного аппетита, давайте, получайте свои пакеты, пожалуйста. Так, у нас здесь пять наборов, да? Так, держи. Держи два. Опа. Так, держи, малыш. Тоже два, ты ж как мужик. Так, ну и девочкам, одну напополам, да? Возьмите, да. Все, приятного аппетита, мобильник. Спасибо. Спасибо. Скажите, ресторан Рыба, молодцы. Ресторан Рыба, молодцы. Спасибо. Не за что, ребят. Давайте, разогревайте и обедайте. Приятного аппетита вам. Спасибо. Здравствуйте, мамуля. Здравствуйте. Как вам с такой бригадой жить? Ну, так, потихоньку. Вы уже все сказки прочитали, энциклопедии. Чем вы занимаетесь во время карантина? Во время карантина, ну, мы продолжаем свое обычное, ну, как бы, как и обычно. У нас всегда есть занятия. Так, ну, мамуля, мы вам желаем крепкого здоровья, крепкого здоровья держаться в эти такие карантинные условия, чтобы вас тут ничего не зацепило. Ну, мы стараемся, мы такие, мы очень крепкие. Друзья, мало того, что подписывайтесь на наш канал, еще берите пример вот с молодых мам, как надо хорошо выглядеть и как дети. Спасибо большое. Моя тетя Марина говорит, дети, это реклама мамы. У вас прекрасные дети. Спасибо вам, спасибо ресторану Рыба, что не забывайте в сложные, хорошие, ну, вот в такие вот трудности сложные времена, а таких, как мы, многодетные, малообеспеченные. Большое спасибо. Конечно, сейчас многие работу потеряли, мой муж тоже, к сожалению. У нас еще и бабушки две старенькие, и папа инвалид, поэтому вот как-то так пытаемся туда-сюда. Спасибо. И там помогли, пайком. Очень благодарим, очень. Дети вообще были вчера в восторге, в таком, что просто, ну, вот у них. Скажите, что Веса, это уникальный город. Они всегда говорят, это многодетные, я говорю, нет, это немножко другие нам помогли люди, очень хорошие. Вот. И желаем вам тоже здоровья, держаться. Что все было хорошо, мы все переживем эту обстановку. И скажите, мама, всей аудитории скажите, что друзья, давайте делать добро, давайте делиться друг другом. Да, дорогие наши одесситы, я вас призываю к тому, что мы все должны друг другу помогать, делать добро, уважать друг друга, любить. У кого-то, кто-то сейчас кому-то может помочь, в другой ситуации, через время, кто-то, тот человек кому-то поможет. Это все пойдет по кругу передаваться. Давайте не будем неравнодушными. Надо всем помогать, и все должны. Кто чем может. Кто-то может именно физически, кто-то финансово, кто-то даже психологически может даже поддержать. Есть же такое, есть же психологи. Можете нас бесплатно поддерживать, кому тяжело. Здравствуйте. Все мы немножко психологи сейчас. Врачи, все, все друг друга должны поддерживать. С любой специальности. Спасибо вам, мама, крепкого вам здоровья, кушайте, хорошего аппетита, давайте идите, кормите детей своих. Спасибо большое, и вам здоровья, удачи и всего-всего-всего. Ари вор. Вот так вот раздача происходит, мы поднимаемся на третий этаж. Как бы мне это было не болезненно, я как панда-конку, вспоминаю вот эта лестница. Я не созданный друг для друга, но ради такого доброго дела ничего не жалко. Единственное, что мне здесь нравится очень ремонт. Лофт такая называется. Лофт, молоток о всем. Вот прям, вот прям. Так, давайте, камазать. Так, ну, давай, погоди. Туда вот прямо. Опа, здорово. Засейте соседи. Народ, здорово. Да. Да, мам. Так. Так. Я тут представляю, как это вся неправа. Ладно, сейчас доведи. Здесь сядет, корм, шла. Так, Илона. Да. Единственное, просьба, вы детей приучаете к молитве, чтобы вы понимали, что это делают люди, которые очень верующие. Да, да. Очень наш меч, чтобы встали. Потому что люди, которые вот это все делают, они очень верующие. И они вот это немножко пропагандируют добро. Старшу дочке. Выберя Христа, да. Так что вы встаньте, помолитесь, прикресите, сиду, перекресите. Конечно. Чтобы они приучат. Хорошо? Хорошо. И господин, мам. Спасибо. Да, давайте. Приятного аппетита, детям. Пока. Спасибо огромное. До свидания. Спасибо. Ну, вот так вот казалось бы легко, но это очень важно. Сделать доброе дело, докомить. Это на случайно доброе дело. Так, ну что, мы разделились с Ириной на две группы, потому что очень много людей, которых надо посетить, находятся в разных уголках. И чтобы это быстрее сделать, мы разделились на две команды. Сейчас я хочу набрать Татьяну, семья которой состоит из пяти человек. Мы сейчас наберем, узнаем, ждут они, не ждут нас, как у них, так сказать, уже кислотно-оболочный баланс там происходит, потому что все голодные ждут обеда. Так. Алло. Алло. Здравствуйте, Татьяна. Это ресторан «Рыба» развозит еду на дом. Вы уже проголодались? Очень. Я слюни текут. Слюни текут, да. У нас тоже, в принципе. Ну, мы подъезжаем, в общем, вы на месте, да? То есть мы сейчас забегаем и вам выгружаем. Да, выгружаем. Вы сядете, там по навигатору вы смотрите, да? Да, дубль ГИС у нас должен привезти. Да, да. Вы едете по Кушко едете, да? Да, да, да. Ну вот, если вы едете по Кушко от Вилдорской, отместите лучше, то из-за остановки тела поворотно право. Это будет лучше всего вам. Хорошо, сейчас попытаемся вас найти. Все, до встречи. Спасибо. Мойте руки. На Кушко нас встречает Татьяна. Вот. Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, что это ресторан Рыба вместе совместно с Одесской Платки проявляет такую заботу вместе с церковью, чтобы поддержать. Люди по разным причинам не могут себя обеспечить элементарной едой. Поэтому мы спешим на помощь, спасатели спешим на помощь. А с Одесской митрополией, Украинская православная церковь во главе с Ладыкой Агафандрой. Спасибо. Спасибо. А нужны какие-то помощники, волонтеры? Конечно, конечно. Я бы с удовольствием поучаствовала. Ну, конечно. Ну, давайте тогда призовите всех одесситов, кто может помогать в этом плане. Не, серьезно. Я говорю за себя. Ну, вы скажите тогда, видите, на своем примере. И тогда же продолжайте. Мы оставляем под нашим видео номер телефона. Кто имеет желание помогать, волонтерить, у кого есть машины, люди, пожалуйста, помогайте, потому что проблема острая. И, как видите... Да, сегодня много человек нуждаются. Это все понятно. Ковид Бог есть любовь. Бог сказал делать добро. И мы получаем от Бога тоже большую помощь через людей. Вот. И по силам, конечно, мы должны тоже другу помогать. Прекрасно. Да, благослови себя Господь. Поможет в это тяжелое время. И пусть скорее все это закончится. Как говорится, негативные последствия. Так, все, хватит говорить, давайте кушать теперь. Давайте я вам дам. Так, ну, у нас последний адрес. Как сказала мама Яна, которая, к сожалению, нас не может встретить, потому что она куда-то ушла. Нас встречают, говорят, два одинаковых. Два одинаковых парня. Вы близнецы? Круто. Сколько вам лет? Двадцать. Одному одиннадцать, другому двенадцать. Так, держите. Кто зло старше? Кто первый родился? Я. Так, тебе тогда больше. Все, ребята, приятного аппетита. Немножко в церковь ходите? Ну, заходим, да. Ну, надо, ребята, ходить, потому что вам помогает церковь. И это... Спасибо. Надо быть немножко благодарным. И это часть нашей жизни. Спасибо. Понятно. Так, друзья. Ну, на этом заканчивается наша акция вместе с прекрасной семьей Заричанских, которые решили помочь многодетным семьям, бедным, которым нужно просто покушать. Друзья, призываем всех. Как видите, это уже не пиар. Это уже по-серьезному. Нужна помощь людям. И уже окликаются люди. Мы просим вас. Под видео оставляем номер телефона. Звоните, пожалуйста. У кого есть возможность использовать себя как волонтер? У кого есть автомобиль? Нужно просто развозить еду, потому что мы не успеваем. У нас очень много работы. И наша команда не может все время заниматься вот вот таким транспортировкой. Поэтому помогайте нам, пожалуйста. У кого есть возможность? У кого есть время? У кого есть ресурс? Подключайтесь к нашей компании. Подключайтесь к этому доброму делу, которое очень нужно. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Делитесь обязательно этим видео. Давайте запустим это добро так, чтобы оно стало во главу угла. До встречи, друзья.